Книга «Открытым оком». Тема женщины. Том 26. Вопрос 3804. «Если убрать из литературы и искусства женщину и всё написанное о ней, о любви к ней, то намного ли обеднеет человечество? Вопрос о прошлом и будущем». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «До этого человечества просто не будет, вернее, ни литературы, ни искусства. Не нами сказано, что если бы каждый занимал то место, положение, какое Создатель отвёл каждому, и конкретно всему мужескому роду и всему роду женскому, то история мира уже после согрешения пошла бы совершенно по другому пути». Бытие 3.16. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». 1 Тимофея 2.15. «Впрочем, спасётся через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Если мужской потенциал – талант на благо себе и всем взять за единицу или выше, то женщина в его тени, даже будь просто нуль, увеличит авторитет и возможности мужа своего. А если бы женщина занимала своё, присущее ей по природе место, стояло позади мужа, как нуль после любой цифры, то она в 10 раз увеличивала бы его потенциал. Его стоимость равна 10. Но если женщина выбивается вперёд мужа со своим нулём, то она в 10 раз уменьшает талант любого мужа. 0,1. 1861 год. Власть женщины над мужчиной огромна. 2.14.32 стих. «О, мужи! Не велик ли царь и многие из людей, и не сильно ли вино? Но кто господствует над ними и владеет ими? Не женщины ли? Жёны родили царя и весь народ, который владеет морем и землёю, и от них родились ими вскормленный насаждающий виноград, из которого делается вино. Они делают одежды для людей и доставляют украшения людям. И люди не могут быть без жён, если соберут золото и серебро и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину, хорошую лицом и красивую, оставив всё, устремляются к ней и, раскрыв рот, смотрят на неё. И все прилепляются к ней более, чем к золоту и серебру и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою и прилепляется к жене своей. И с женою оставляет душу и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей. Из этого должно вам познать, что женщины господствуют над вами. Не подъемлите ли вы трудов и не напрягаете ли усилий, и не отдаете ли, и не приносите ли всего женам. Берёт человек меч свой и отправляется, чтобы выходить на дороги и грабить, и красть. И готов плавать по морю и рекам, льва встречает и во тьме скитается. Но лишь только украдёт, похитит и ограбит, относит то к возлюбленной. И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. Неужели теперь не поверите мне? Не велик ли царь властью своей? Не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Я видел его и Апамину, дочь славного Вартака, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя. Она снимала венец с головы царя и возлагала на себя, а левой рукой ударяла царя по щеке. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбается и он. Если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О, мужи! Как же не сильны женщины, когда так поступают они! И волосы рыжие, и тонкие запястья, и губ запрокинутых зной. Спасибо тебе за короткое счастье, за то, что я молод с тобой. Протянутся рельсы и лязгнут зубами, спасибо тебе и прощай. Ты можешь не врать мне про вечную память, на все ж вспоминешь невзначай. Тщеславие твое я тревожу немножко, и слишком ты в жизни одна. А ты для меня пасашок на дорожку, последняя стопка вина. Нам встретиться снова не будет оказий, спешат уже черти за мной. Ты тонкая ниточка радиосвязи с моей ненаглядной землей. 1963. Лев Ашанин Изволь ведать, что скорбь есть смертельная всяко. Когда кто любит верно, но жестоку безмерно, и которая смеется над ним всюду така, можно ль жить любовнику, чтоб милу не видеть. Могу ли я в надежде быть, чтоб вас ныне умолить? Но ежели я кака возмог вас обидеть, зато я через мою скорбь довольно наказан. Извольте умилиться, со мною помириться, ибо я к тебе вечно через любовь привязан. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елеама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слугу взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, я беременна. Каждому мужчине столько лет, сколько женщине, какой он близок. Человек устал, он полусед, лоб его в предательских зализах. А девчонка встретила его, обвивая предрассветным бризом. Он готов поверить в колдовство, покоряясь всем ее капризом. Знает он, что дорог этот сон, но оплатит и не поскупится. Старость навек сбрасывает он, мудрый, молодой самоубийца. 1961 год. Илья Сельвинский. Из Икея, 16-34. У тебя в благодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобой угонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Лиса приметила бобра, и в шубе у него довольно серебра. И он один из тех бобров, что из семейства мастеров. Ну, словом, с некоторых пор лисе понравился бобер. Лиса ночей не спит, уж я ли не хитрая, уж я ли не ловка к тому же, чем я своих подружек хуже. Мне тоже при себе пора иметь бобра. Вот лисонька моя, охотясь за бобром, знай, вертит перед ним хвостом, знай, шепчет нежные слова о том, о сём. Седая у бобра, вскружилась голова, и, потеряв покой и сон, свою бобриху бросил он. Решив, что для него бобра глупа бобриха и стара, спускаясь как-то к водопою, окликнул друга старый ёж. Привет, бобёр, ну, как живёшь? Ты с этой, как её, с лисою? Эх, друг, бобёр ему в ответ, житья-то у меня и нет. Лишутки на уме у ней докуры, то ужин там, то здесь обед. Из рыжей стала чернобурой, ей всё гулять бы доредиться, я в дом, а наплутовка в дверь. Скажу тебе, как зверю зверь, поверь, сейчас мне впору хоть топиться. Уж я подумывал признаться, назад к себе домой податься. Жена простит меня, бобра, я знаю, как она добра. Беги домой, заметил ёж, не то дружище пропадёшь. Вот прибежал бобёр домой, бобриха, дверь мне открой, дверь мне открой, а та в ответ, не отопру, иди к своей лисе в нору. Что делать он к лисе во двор? Пришёл, а там другой бобёр. Смысл басни сей полезен и здоров. Не так для рыжих лис, как для седых бобров. Михалков Притча 6, 26 Из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Не думала ли ты, что, бледный и безмолвный, я вновь к тебе приду, как нищий умолять? Тобой отвергнутый, тобою вечно полный, чтоб ты позволила у ног твоих рыдать. Напрасная мечта! Слыхала ли ты порою, что в милой праздности не все, как ты, живут? Что где-то есть борьба и мысль, и честный труд, и что пред ними ты ничто с твоей красою. Смотри, меня зовёт огромный светлый мир. Есть у меня бессмертная природа, и молодость, и гордая свобода, и Рафаэль, и Данте, и Шекспир. И думать ты могла, что я томиться буду или у ног твоих беспомощно рыдать? Нет, стыдно пред тобой мне слёзы расточать. Забудь меня скорей, как я тебя забуду. О, неразумное, прелестное дитя! Ты гневом, гнева моего, поверь, не заслужила. Но если б ты могла понять, какая сила была у ног твоих, когда со мною, шутя, играла ты в любовь и всё потом разбила, тогда лицо твоё зарделось бы стыдом, и над пороганной любовью, над мечтами, что ты разрушила своими же руками. Не я, а ты в отчаянии немом рыдала бы теперь горючими слезами. Мережковский, 1886 год. Исайи 3, 16-23. И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменные хотят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, а оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звёздочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увязлые запястья и пояса, и сосудцы с духами, и подвески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет верёвка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой япончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Продолжение следует...